Привет, братва! Спонсором сегодняшнего видео уже по традиции будет Инстаграм Гордея. Сейчас он каким-то образом телепортнулся в Америку и вещает оттуда. Его сторис сейчас как никогда интересны, поэтому подписывайтесь, ссылка будет в описании. А за день до отъезда в Майами парни задались целью купить авто для вашей любимой рубрики «Тачка на колябу». Бюджет был 371 тысяча рублей, потому что ровно столько вы поставили лайков под прошлым выпуском этой рубрики. Выбор оказался очень интересный, и одной из проблем в этой покупке было ограничение по времени. Ну что, готовьте чаёку и погнали! У нас есть ровно 24 часа, чтобы купить тачку для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Привет! количество автомобилей? Ну да. Что с коленой? В связке? Порвал все колено. Низки, хрящи и все. Здесь бэга? Это же как из фильма, да? Нет, если какой-то из фильма ужасов, то да. Чем дальше, тем хуже машина, да? В тачке покрытой пылью. Цена какая? 398. Здесь цена вообще 437, да. Ценник, который на сайте, он правильный. Блин, ну это интересный уровень. Бх, семерка. Это одна из самых худших БВ по-моему вообще. Не, именно по комфорту, что это как семерка. Там ты понимаешь, что от комфорта не осталось ничего. О, солярис был покомфортнее. Там все саленты, рычаги, стойки, аморты, пневмоподушки. Ты просто не фанат БМВ. Блядь, ты не понимаешь, я фанат БМВ. О, блядь. Все помыто. То есть, аккуму вообще нет, да? Нет, ну, наверное, фактически он есть. Да, он есть. Он присутствует. Просто. А вроде включили. Габариты не работают. Ну, зато не моргает. Сзади все работает, пацаны. Проверено даже написано на номере. Капец, она большая. Капец. В ней даже мониторы есть. То есть, уже тачку не надо прокачивать. Просто. Нихера-то столько места. Вообще, можно вот так вот садиться. Что, даже я вмещусь? Даже ты вместишься, Никита, я вас отвечаю. Даже ты. Кондей сверху, печка. Блин, комплектация супер-жир. Просто супер-жир. Какого года эта машина? Третьего. Это индивидуал. 2003-го, да? Да. Посмотрим, каково здесь ездит за рулем. Блин, такой кайф. Просто капец. В те годы были такие тачки. Это просто был разъеб в 2003 году. А пробег сколько? 300. 300? Не скрученный, думаешь? Вообще, если честно, не прям похоже, что крутился. Ну, салон свежий. История дилерская. У нее какой-то из владельцев ее обслуживал. И мне, честно, вообще нравится. Я понимаю, что это прям жесткая тачка, но нам она подходит. У нас сегодня много разных вариантов, поэтому надо посмотреть. Первый раз мы так делаем, что мы прям абсолютно разные тачки. В одну стоимость. Интересно, есть ключи? Если ключи есть, то точно можно брать. Нет. Ебать. Все есть, блядь. Ключ БМА видели когда-нибудь? Нет. Сказал. Ладно, все. Спасибо. Ну что, как общее впечатление? Первое впечатление. Машина не такой ужас, как мы думали первоначально. Но, опять же, нужно сравнить с теми вариантами, которые у нас еще сегодня есть. Вот. Это еще четыре. Но в теории ее можно брать, да? В теории можно рассматривать. Только по коробке вопрос. По коробке запаяны трубки антифриза, пачок антифриза. Есть ошибка по аварии коробки. Что коробка ходила в аварию. То есть запотевание на коробке не видно. Но, тем не менее, есть авария. Сейчас, если аварии не было, но надо более длительно кататься. А сколько ремонт коробки будет стоить на этой дачке? Да там, я думаю, проще будет поставить контракт. Рублей 45-50 она будет стоить. Ну все, едем дальше. Смотреть ауди тт. Блин, она такая маленькая. Что-то такое, если на самом деле. Смотрите, все на комутах. Кресло-то. Я ожидал больше, на самом деле, от ауди тт, если честно. Блин, ну первое впечатление, как говорится, кривая, косая, убитая. Но. А цена какая за нее? 390. 390? Салончик, конечно, интересный. Все, на механике еще. Блин, это так вонючками воняет. Там одна, тут две вонючки. Чего у тебя столько вонючек? Ну они уже, это самое, доклые. Не-не, они нормальные. Блин, ну бах, конечно, пободрее. 21 год. 21 год и? 99-го, да? Никитовсон, твоя рейсница почти. 99-й год. Кручена подушка на руле, болты. Опять же, надо с моим компом подключаться, чтобы точно понять, что она отсутствует. Но по тому, как она стоит, и по тому, кстати, заглушка подушки... Ты хочешь подушки стрелял? Был удар можно. Сейчас, честно, вряд ли купим, наверное, что-то. Я думаю, мы получим состояние. Само то, что приехали. Нормально. Вообще. Ну, если так, то окей. Тоже продаешь? Да. У меня шеврлет. Что за шеврлет? Блейзер. Блейзер? Да. Бригада? На самом деле, за 360 тысяч, кажется, это бюджет. Ну, такой американец прям. Я слышал восхищение тут мотором. Двигатель продольное расположение близко к торпедо. Вот это, типа, самое ровное расположение, которое делает BMW сейчас. То есть, сейчас там все Audi, Фольтс и все остальное у них поперечное расположение стоит на передней оси. Развесовка более правильная, да, так получается? Да. Мне нравится, что мы сегодня смотрим машину вообще разных классов просто. BMW семерка, Audi TT, Chevrolet Trailblazer. Дальше еще поедем смотреть, наверное, Toyota Celic. Столько можно купить реально прикольных тачек всего лишь за 350 тысяч рублей. Ну да, она не готова к продаже. Слушай, расскажи, почему капот красился. На нее упал человек. Произошло дело так. Забрался на стоянку и не смог выбраться. Забрался куда-то на второй этаж, да? Нет, он зашел на стоянку и не смог из него выйти. Для него показалось то, что он может через жип пролезть, через забор. Получилось так. Он залазит на него, берет палет, подставляет палет и начинает залазить на забор. И падает с этого забора прямо на лобовое стекло и на капот. Короче, там может заснять, посмотреть, что там с ним. То есть он, короче, просто упал сюда. Он пытался перелезть через забор, да? Как палет стал на тачку, что ли? На тачку, да, сюда. А, да? Да. Интересно. Первоначально у меня нареканий нет. То есть, опять же, есть там акрация и тому подобное, без какой-либо дичи. Надо по-хорошему кататься, делать диагностику, поднимать направление, смотреть раму состояния и подносить все днище. А так... Слушай, я сейчас подумал, что лучше мы вообще вот эти все внедорожники оставим на отдельную рубрику потом. То есть у нас будет отдельный бюджет, где мы будем смотреть там Хайены, Х5, Шевролет, Тауреги. Если что, через месяц купим, если не продадите. Все, давайте, мужики, счастливо. Ну, а мы поехали сейчас смотреть Тойоту Селику. Я только что увидел кривую, косую, убитую нахер Ауди ТТ. Желтую, какую-то из черной крыши. Я надеюсь, что это не наш вариант. Потому что иначе можно просто проезжать. Вот эта желтая Аудио, надеюсь, не она? Да, да, да. А нахуя вообще, как смотреть? Это жесть. Эта тачка стоит максимум 1200 рублей в таком состоянии. Так получилось то, что серика отвалилась временно. Поэтому мы приехали смотреть вот эту, походу, убитую Ауди. Я думаю, мы зря приехали вообще. Я думаю, во-первых, вы ее в пленку будете закатывать. Во-вторых, я же ее вчера скинул. Там пленка не отделаешься. Ну, пойдем посмотрим. Ну, во-первых, она сама в пленке. То есть, если пленку снять. Покупка машины, это каждый раз какой-то челлендж просто. Я понимаю, что это ее цвет. Она серебристая. Блядь, пленка-то ржавеет. Что это? Так вот тоже бывает, пацаны. А цена какая? 410. Блядь, 410? Блядь, Бахов просто идеал. Короче, ТТ в униваре, походу, брать никакую. Механики тоже. Машина 2000 года, да? Теперь. А что, какой торг? В половину нельзя за 200? Жести по кузову нету, но там под пленкой нету живой краски. Она ее ссохла. Там лака есть в очко. То есть, пленка убила краску, да? Надо снимать, перекрашивать, клеить заново. Ну, это запарно. Ну, было слишком много работ просто. И что дальше там, селика? А, да. Приехали уже смотреть пятую машину за день. Надеюсь, ее возьмем. Мне нравится селика. Правый руль. И вспомните сейчас желтую ТТ. Вот это в одну цену. Даже это дешевле. Блин, по салончику нормально даже. Вообще, все такое свежее. А что за кнопку вот это? Это, короче, на старой версии, когда они прибыли. Это, короче, дальний свет был. А теперь он так по-нормальному стал. Потолок перетягивал, да? Ну, да. Это в Великонтаре вроде. Лучше бы, наверное, не трогали. Так странно выглядит, что крыша черная. В Великонтаре все остальное серое. Ну, вообще, тачка бодрая, на самом деле. Да. Такая, видно, что ухоженная. Так, блин, как вы ее ставите? Ну, что-то реально. Не, а как ты ее когда ставил? Бампера там, вот это все. Бампера до меня уже поставить. И ты ее поставил на учет нормально? Да, вполне. Ну, три-четыре болта. Ну, снимал тогда, да? Конечно. С Владивостока, да? О, с Владивостока. Мы просто совсем недавно были в Владивостоке. Были там как раз на уличных гонках. И там вот такие тачки приезжают. Блин, мне нравится такая тачка. А какая цена? 400. Это пороги, конечно, отклеиваются. Кто бы покрасить, ты скажешь. Плохо все. Ну, сильно очень покрашено. Понимаю, дело, что машина не новая. И то, что она будет крашена, это окей. Но тут по 400 внутрянка бьется. Это очень много. Вот сюда подлезь. Вижу, да, пиздец. Переходы краски не плавные, не ровные. Крыши касаешься. Что крыши? Касать бьется. Сильно битая была? Ну, и что? Значит, большой слой шпаклевки и окрас. Ну, что? Совет? Нет? Ну, мы точно бы такой автомобиль на подбор не порекомендовали, потому что очень много вареных элементов. Очень много шпаклевок. Ну, там не то, что много. Ваша цель. Сосадый конструктор. Эту машину привозили отдельно крылья, отдельно жопа. У него поддон красный. Машина красная. То есть, наполовину это красная тачка. То есть, да, она в кадре смотрится заебись. Визуально, конечно, прикольно. Ну, блядь, это такая ебаная конструктора. Велосипед приедет в жопу, все, блядь, машина развалится. Да. Ну, то есть, как бы, она небезопасная. Там нет подушек, блядь, там, как бы, отстрелянные ремни. Нет, ну, если она сварена, то она нам не подходит точно. Ну, она сварена вообще в очко. То есть, она не просто сварена, она в очко сварена. Ну, пошли, скажем, это владельцу. Я ему сказал, он сказал, 380, я больше не скину. Говорит, я знаю, но, типа, больше не скину. Все, сваренная машина мне нужна. Ну, это, типа, не то, что сваренная. Safe first. Безопасность превыше всего. Давай. Что-то много подписчиков улюбельцев. Хочешь ништяк? Ну. Ладно, все, принесим тебе больше. Давай. Давай, пока. Как думаешь, ты домой? От БК любериц. Выбирай. Ты что, ножку еще ведь наклеим? Хорошо. Я ножку наклеим. Да, что, поехали? Поехали. Все, я не знаю. А что за проект, Диман? Тачка на халяву. Тачка на халяву? Да. Вот твою, возможно, купим и подарим. Офигеть вообще. Ну, не знаю. Всегда по фоткам получше было. Смотрите, что на баке написано. Зальешь хуйню, спалю заправку. Сколько цена? Ну, в принципе, могу скинуть еще. Давайте учтем, допустим, что мы сделаем полный перекрас. Ну, тут как бы она под это и есть. Ну, тут как бы она под это и есть. Е-е-е-ба. Блин, ну, не знаю. На самом деле, бля, так спорно вообще. Конечно, та семерка в тысячу раз круче. Бумер-бумер, но это, блядь, не то. Ей цена даже не 350, не 250, наверное. О, нихуя. Смотрите, ключ. Бума как тысячи. Какого года машина? 98-го. 98-го года БМВ вот такой ключ. А возьми свой. Блин, ну не знаю, честно. Ну, конечно, под проект, в принципе, мы ее возьмем, полностью перекрасим. Будет неплохо. Но есть ли в этом смысл? Проще, наверное, ту семерку взять. Ну, в той тогда нужно делать техничку. Если вот эта хуйня интересна, что это? Ну, просто китайская магнитола обычно. Ну, необычная, я такого не видел. Кто в багажнике у БМВшника? Еще кто-то хуже можно собрать. Вот это вот, как сказала борода, последняя, мать его, сука, бумер, блядь. Ну, так и есть. На самом деле, я вообще 36-й бы гонял бы и вообще... Да, у меня Влад 36-я. 36-я вообще... 36-я вообще... А у меня есть 36-я, блядь. Я уже забыл, блядь. Здесь точка вся заводская по периметру, по крыльям, по всему остальному. Ажа, а сколько вложений в год сделал? За год? Блядь, охуя. Камеру выключи, скажу, ты жнал, блядь, охуею, блядь. Ну, ты же 200 нашел. 200? Пиздец. И то, честно, я не хочу продавать. Меня она устраивает в обле, блядь. Более чем. 4,4 литра, блядь. Ксенон вся охуя. Ксенон вся охуя, да. Внутри сам видел. Кожа, рожа. Кожа, рожа, все электросалон, блядь. Блядь, как из фильма, у меня аж мурашки пошли. А фильм «Бумер» нравился? Блин, я вообще, в принципе, с «Бумеров», я не знаю, что должно случиться, чтобы я с них съезд, блядь. А «Мерседес» че? Ты перестань, ты такие вещи не называешь, блядь. А че ты думаешь, вообще нет? Точно нет? За 350, да? Ну, че скажешь? Вообще говно? Че? Нормально. Нормально? Да. Как у нас все быстро меняется. Приходят в начале, такие, не, это вообще не подходит, та семерка лучше. Сейчас уже эта семерка больше нравится. Смотри, эта ситуация в чем? Что там криминала нет никакого. Вины совпадают, дублерочные кайки совпадают. Вот здесь? Да. Ни вареных крыльев, ни распыленных стоек, ничего там нету. Да, она почти покрашена вся. Ну, то есть, если мы ее берем и полностью все перекрашиваем, то это будет нормально варить, да? Да. То есть, она как бы, у нее есть, конечно, нарекания по технике, у нее там все обсирается, как бы, да, но с учетом мотора она еще будет ездить в Кузнецбурьку. Да? То есть, лучше ее взять, чем ту семерку с утра, которую? А это 100%. Будем думать. Ну, что там она, более-менее живая? Более-менее, да. Все, Саша, услышали, поняли. Нам ее говорили, подумаем, что еще тогда наберем. А это паспорт, да, твой? Нет, это от предыдущей тройки. Прикольно. Вот, значит, человек любит свою машину. Здравствуйте. А вы водились, да? Супер. Снова BMW. Ну, такая она, конечно, внешне похуже. Зато черная уже. Ну, такая более бандитская. Красные суппорта. Вилл. Но комплектация, вроде, здесь жирнее. Потому что здесь, смотри, магнитола такая. Мультимедиа с теликом. О, люк. Люк есть. Массаж, массаж внутри есть. Где массаж? А, да, здесь массаж есть. Вот, смотри, реально. Массаж у водителя и у пассажира. Сейчас, какого года она? 2000 года. 735. А тот какой был? 740-го этапа. Там вообще нет, 4-4, да? Вот там мотор был. Ну, там нет коробки здесь бывает. Ну, да, там нет коробки, здесь коробка есть. Ладно, сейчас приедут подборщики, посмотрим, что скажут они. Кожа поюзанная, конечно. Пропитана жизнью прям. Видно, столько всего тут происходило. Решетка. Просто жесть. Что, подвинешь, что ли? А что? Чуть звук поставить надо. Зачем? Ну, чтобы там трактор-то было. А сейчас прямо? Короче, пока Димона нет, надо проехаться, посмотреть, как тачка себя чувствует на ходу. Такой пакет тоже стоит. Да я чтобы послушать подвеску там и так далее. Ну, кондюр работает, да? Все работает, даже массаж все работает. Лобовое тоже с трещиной. Ну, вот, да, вот оно попало. Ну, мне принципиальный момент посмотреть, как коробка переключает и послушать подвеску, подвижачку. Все их в режим. Спор. До этого работает. Давай гимми в драйве напрямую просто газы дашь. Тихо, тихо. Снимаем. Тормоза проверили. Тормоза проверили. Переключается нормально, не сечет. Здесь коробка с мотором, они все меняли. У меня покажется, в принципе, единственное, что смущает, это какая-то небольшая вибрация на разгоне. Знаешь, говорили, форсунки почистить. Я свечи поменял, может быть, ну, вот форсунка какая-то это. Ну, короче, есть что сделать, но вроде без криминала. Ну, единственное, вот я говорю, я сейчас с пацанами посоветуюсь. Воду вибрации. Так, друзья, я сейчас резко телепортнулся в Америку. Гоняют, короче, на Феррари. Парни, да, да, простите, простите. Короче, парни покупают тачку. Вот с минуты на минуты надо просто решить, какую машину мы будем брать. Какую вы напишите в комментариях, кто будем брать. Я за бэху семерку. В общем, пишите в комментах, что брать, и мы обязательно возьмем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да бэх, все. Все, пацаны, я погнал. Скоро буду в России. Все, давайте. До новых встреч.